Приветствую вас в новом уроке. В этом уроке мы научимся с вами создавать, а также сохранять посты в базе данных. А перед просмотром видео я хочу посоветовать вам сайт itbroker.com. На этом сайте вы найдете полный видеокурс с домашними заданиями, готовым кодом и много другой полезной информацией. Ссылка на этот урок будет в описании к этому видео. В дальнейшем нам потребуется отслеживать много URL-адресов. Например, для создания постов у нас может быть URL-адрес и URL-метод, который называется create. Для их удаления – destroy, для их обновления – update и так далее. Действительно много будет URL-адресов для их отображения, для их изменения, для их удаления и тому прочего. Соответственно, мы, конечно, можем вручную все их прописывать. Например, здесь мы прописывали get, и здесь мы можем прописать, например, posts, дальше какой-то ID, например, некий, который мы будем отображать. Причем, поскольку он у нас динамически бы изменялся, мы бы прописали его через . Ну и это бы менялось, там posts1, например, и тут create, например. И если бы мы переходили на такую вот ссылку, то мы бы создавали, например, пост. Ну и так дальше. То есть мы можем это вручную все прописать, но это довольно-таки долго и сложно. Здесь есть более простой метод, который позволит нам просто прописать сразу все нужные нам URL-адреса, отслеживание всех нужных нам URL-адресов. Он называется следующим образом – resources, вот так, и здесь мы указываем, что мы отслеживаем. Ну, то есть, получается, с каким контроллером мы, вернее, работаем. Мы работаем с контроллером posts. Соответственно, сохраняем это все, и теперь можем просто проверить те пути, те URL-адреса, которые у нас сейчас отслеживаются. Для этого в командной строке, либо в терминале прописываем следующую команду. Опять-таки, я нахожусь в той же папке, где и у меня проект. Вот, rake и здесь rows прописываем. Нажимаем Enter, после чего у нас выписываются все те команды, все эти URL, вернее, адреса, которые отслеживаются. То есть, root у нас отслеживает главную нашу страничку, которая просто slash, ну, то есть, главная страничка. У нас отслеживается страничка about, и у нас отслеживается куча-куча-куча-куча страничек, которые называются у нас posts. То есть, это, например, index, posts, index, то есть, просто страничка posts. Это, например, posts create для создания, например, новых постов. Это new, это edit, изменения, показ, обновления, удаления и тому подобные все вещи. Вот, то есть, у нас сразу создалась куча-куча-куча различных URL-адресов для отслеживания. И, соответственно, теперь мы можем по определенному URL-адресу, например, по одному URL-адресу мы будем отображать все данные, по-другому мы будем создавать посты, по-третьему сохранять посты и так дальше. Вот, соответственно, давайте это сейчас все как раз и сделаем. Первым делом создадим страничку, которая будет у нас отвечать за создание постов. Для этого мы заходим в app, дальше заходим в контроллеры и выбираем пост с контроллера. Здесь создаем новый метод. Он у нас будет называться, давайте еще один пробелочек добавим, он у нас будет называться new. И, соответственно, у нас уже прописан адрес, по которому мы это отслеживаем. Вот он здесь, например, у нас это posts new. И по этому URL-адресу мы как раз и сможем добавлять, то есть, это будет страничка, на которой мы сможем добавлять новые посты. Вот, соответственно, первым делом, что мы сделаем, это просто пропишем HTML шаблон. Соответственно, в папочку пост добавляем новый файл. Называем его new.html.erp, ну и сохраняем его. Здесь мы пропишем с вами, например, заголовок второго уровня, пускай он у нас будет, h2. Вот, и здесь добавление нового поста. Вот так, например. Сохраняем это все, и теперь, в принципе, если мы перейдем с вами по URL-адресу posts slash new, то мы заметим, что у нас действительно все сработало. Добавление нового поста. Вот у нас вывелся этот HTML-шаблончик. Почему это все сработало? Да потому что у нас теперь есть метод в контроллере, который отвечает за отображение нужного HTML-шаблона, и в HTML-шаблоне у нас есть просто сам HTML. Ну и плюс, в отслеживании различных URL-адресов у нас вообще прописано абсолютно, ну, отслеживание абсолютно всех URL-адресов, связанных с, получается, URL-ами, которые начинаются с posts. То есть это new, create и так дальше. Вот, соответственно, поэтому все здесь и сработало. Теперь мы займемся созданием самой формы. Для этого мы будем использовать специальный помощник, он называется form4, и записывается это все следующим образом. Мы используем стандартный синтексис. Здесь мы пишем form4, вот так, и далее указываем название нашей формочки. Она называется у нас будет post, вернее. Благодаря этому названию мы сможем потом брать из нее данные. Например, брать те поля, которые в ней есть. А в нашем случае это будет поля названия статьи, а также текст статьи. Ну и благодаря названию самой формочки мы сможем брать эти данные. Вот, кроме того, мы укажем еще URL-адрес, на котором у нас будет происходить сохранение и добавление статьи. Это мы указываем здесь просто стандартный параметр post, post, pass. Вот, и дальше мы прописываем do, и здесь указываем f. f это у нас будет переменная, через которую мы сможем выводить различные текстовые поля, например, которые у нас встроены уже в form4. То есть здесь есть некоторые поля, например, тоже текстовое поле, например, или поле для названия, то есть небольшое поле, или кнопка. Эти все поля, они у нас встроены в form4. И благодаря новой перемене, которую мы сюда вводим, мы можем перебирать эти различные поля и, например, их вписывать непосредственно в HTML-шаблон. Значит, как мы это все здесь делаем? Мы, во-первых, создадим новый абзац, например, p пускай будет, и в него здесь мы пропишем с вами следующее. Название, то есть это у нас будет название, и дальше br, и далее выводим уже непосредственно саму формочку. Выводим мы ее следующим образом. Мы используем нашу переменную f как раз, и здесь используем textField. То есть это небольшое текстовое поле, для него название прописываем как title, и закрываем это все. То есть теперь мы здесь выведем небольшое текстовое поле, и при этом мы сможем обращаться к этому полю, то есть брать его данные в дальнейшем по параметру title. То есть обращаться к формочке по названию post, и к конкретным полям по их названию, например, title. Кроме того, мы можем это все еще раз скопировать, и здесь мы уже вставим текст статьи, вот так пускай у нас будет, а здесь у нас уже будет написано textRM, вот так, и здесь это уже будет body. Ну то есть сам текст статьи. TextRM это уже не просто небольшое поле для ввода чуть-чуть информации, а TextRM это уже такая полномасштабная формочка для ввода большого количества текста. Вот, помимо этого мы дополнительно здесь еще можем с вами вывести кнопку, здесь уже не надо нам никакого параметра, это просто FSubmit, то есть это кнопка, которая сработает при нажатии на которую мы будем, получается, создавать пост. Вот, и поскольку это у нас идет как цикл, то цикл мы должны с вами закрыть, а соответственно мы прописываем здесь еще такую штучку как end, ну и закрываем вот этот наш весь цикл. Довольно-таки, возможно, странный синтексис и довольно-таки непонятный, но на самом деле все просто. Мы благодаря Form4 создаем просто некоторые поля, например, TextField для просто заполнения названия текста, TextArea для заполнения большого количества текста, и просто создаем дополнительную кнопку, ну и все это выводим при помощи дополнительной HTML. Обновляем нашу страничку, и вот то, что мы получаем. Мы получаем просто формочку, мы получаем формочку для названия, формочку для текста, ну и, конечно же, кнопку SavePost. Ну, то есть все необходимые данные у нас здесь есть. Помимо этого, давайте сразу же с вами создадим в PostController новый метод, который мы назовем Create. Этот метод будет как раз у нас сработать при создании нового поста. Значит, что мы здесь первым делом сделаем? Мы воспользуемся таким, получается, отладчиком, по сути, функцией отладчиком, которая нужна только для проверки данных. Никак она в дальнейшем не используется в реальных проектах. Но, тем не менее, она просто нам позволит проверить, все ли у нас работает. То есть мы пишем RenderPlanet, то есть мы просто обычный текст будем выводить. Дальше мы берем Params и указываем, с какой формочки мы берем. С формочки Post. И дальше еще используем метод Inspect. Вот такой метод. Сохраняем это все. Теперь обновляем, например, вводим сюда какие-то данные. Ну, пускай, ладно, мы введем, например, сюда название, а сюда статьи просто. Save Post. Бац, мы переходим, и у нас здесь выводятся те параметры, которые мы как раз ввели. То есть Title у нас это название, а Body у нас статьи. Все, что мы ввели, все у нас здесь и вывелось. То есть работает это все верно. И теперь мы уже можем даже закомментировать эту строчку кода, потому что в дальнейшем она нам никак не надо. Но мы теперь можем сохранять эти посты в базу данных и вообще создавать саму базу данных. Чем сейчас и займемся. Чтобы работать с базами данных, в Ruby on Rails существует база данных, которая называется SQLite. В принципе, вы можете работать с любой другой базой данных. Например, с MySQL или любой другой. Я же не советую вам менять базы данных, то есть, например, на MySQL. Почему? Да просто потому, что они будут отличаться по манере создания табличек, вывода информации, заполнения табличек и тому подобное. Соответственно, вам будет сложно разобраться. Поэтому используйте SQLite. Он полностью вас удовлетворит и все ваши нужды покроет. Соответственно, мы этой базой данных будем и пользоваться. Итак, первым делом, что нам необходимо сделать, это создать модель. Как помните, я еще в самых первых уроках говорил, что контроллеры отвечают исключительно за отслеживание различных URL-страниц. Например, как здесь, это главная страничка, это добавление нового поста, это конкретно уже сохранение и создание нового поста. То есть, это контроллер, он за это все отвечает. А модели, они уже будут именно добавлять какой-то функционал. В нашем случае это как раз будет сохранение данных в базу данных. Соответственно, первым делом создаем модель. Заходим в терминал, либо в консоль. И здесь заходим в папочку SimpleBlock, то есть в папку нашего проекта. Здесь мы с вами пишем следующее. Мы пишем Rails, дальше G, и уже вместо контроллера мы пишем Model, потому что создаем модель. И здесь прописываем название того, получается, той модели, которую мы хотим создать. Единственное здесь, что я могу сейчас сказать, то, что, в принципе, хорошим тоном считается, если вы, например, контроллер назвали посты, то модель надо называть, например, просто пост. То есть не в многочисленной форме, а как просто одна конкретная деталька, то есть, например, пост. Тогда это будет считаться красиво. Хотя вы можете назвать это как угодно, как вам только вздумается. Ну, к примеру, мы сейчас контроллеры называли пост, а, соответственно, модель называем пост просто. Вот. Прописываем такое. И дополнительно нам необходимо прописать, какие данные будет обрабатывать данная модель. Она у нас будет обрабатывать title, и у нее тип данных будет string, а также она будет обрабатывать body, и у нее тип данных это текст. Ну и нажимаем enter. После чего у нас создается новая модель. То есть у нас создается новая модель, и у нас создается новый файл migrate. Файлик migrate, он служит для того, чтобы мы могли создать табличку в базе данных. Вот смотрите, если мы сейчас перейдем в папочку db, дальше в папку migrate, то у нас здесь будет вот такой вот файл. В принципе, он говорит нам о чем? Что мы создаем новую табличку, называем, ну, новую табличку, как бы, связанную с постами, и в ней будет два поля. Это первое поле, это с названием title, и оно будет иметь тип данных string. Второе поле будет иметь название body, и оно будет иметь тип данных текст. То есть большое количество текста. Ну и третье, это ttimestamp, это стандартный по умолчанию параметр, который просто указывает нам, как бы, устанавливает нам время, да? Вот, то есть тот можно досмотреть. И что нам необходимо сделать? У нас есть просто сейчас этот файл, но тем не менее у нас не создана еще табличка в базе данных. То есть мы с ней еще не можем работать. Чтобы мы могли работать с этой табличкой, нам необходимо, как бы, выполнить миграцию. Для этого мы используем следующее. Мы используем команду rake, дальше db, дальше двоеточие, и используем такое слово, как migrate. После этого у нас происходит миграция и создание всех необходимых нам постов. Вот как вот здесь, вы можете заметить, у нас создался create table, и она называется posts. То есть создалась новая таблица, она называется posts, и в ней, соответственно, будут два поля, это title и body, с которыми мы теперь можем работать. Теперь при создании поста мы его можем помещать в базу данных, сохранять и перезагружать, как бы, страничку, показывая наш новый пост, который вот мы уже сохранили. Вот, соответственно, как это все сделать? Пишем сначала новую переменную, называем ее post. Она у нас будет обращаться к модели, которая называется, к модели, которая называется post, ну, которую только что, в принципе, создавали. И здесь создаем new. И указываем здесь, в принципе, парамс пост, то есть мы передаем те параметры, которые у нас передаются от формочки. Если мы все такое с вами запишем, ну, и давайте здесь какие-то просто рандомные данные запишем, то у нас выдастся ошибка, причем указывается даже, где она выдалась, вот здесь. Почему так произошло? Дело в том, что мы не можем просто взять и передать все данные, которые у нас получаются с формы. Мы должны указать в Ruby on Rails, какие данные мы можем, какие данные разрешены для передачи. Соответственно, мы это с вами здесь и пропишем. Пропишем мы здесь с вами новый private метод, то есть метод, который будет доступен исключительно в этом классе. Как вы можете заметить, это действительно класс. Хоть это и контроллер, но, тем не менее, это же класс все-таки. Соответственно, этот метод будет доступен исключительно в этом классе. Так вот, здесь мы прописываем новый метод, называем его, пускай, пост парамс, вот, и дополнительно сразу его закроем, и здесь мы пропишем с вами следующее. Мы берем парамс, далее мы берем require, require метод, и здесь мы указываем, с какой формочки мы это все берем, с формочки пост, и далее указываем разрешенные поля, permit. Здесь указываем поле title, а также поле body. Вот два этих поля у нас будут разрешены. Теперь же в пост new мы здесь просто уже передаем наш метод, который только что создали. И этот метод, он, в принципе, у нас говорит о том, какие поля разрешены. Кроме того, нам необходимо сохранять теперь этот пост, поэтому мы берем нашу переменную, которая обращается к модели нужной нам, и при помощи этой перемены мы вызываем метод save, который как раз сохранит это все в базу данных. Кроме того, мы после сохранения, хотим перенаправить пользователя на новую страничку. Перенаправлять пользователя на новую страничку мы будем следующим образом. То есть redirect to, и указываем в качестве значения post. Ну то есть, что это сделает? Эта строчка кода вызовет нам, по сути, метод show, который мы еще с вами не создали, но тем не менее сейчас как раз создадим. То есть, она вызовет нам метод, вот этот вот, который как раз сейчас создаем, show, и в нем мы запишем следующее. Это post, дальше post, find, то есть ищем нужный нам пост, который у нас есть в базе данных, и берем его мы по id. Хоть мы нигде и явно не указывали id, но тем не менее это параметр, который идет по умолчанию, а соответственно, он всегда у нас будет, всегда у нас будет в любой табличке в базе данных. Ну и по этому параметру мы можем отыскивать нужные нам статьи в нашем случае. То есть, что здесь происходит? У нас идет обращение к нужной нам модели, потом мы передаем туда только те данные, которые разрешены, потом мы сохраняем этот пост в базе данных и перенаправляем пользователя на новую страничку. То есть, это получается redirect to, она просто нам передает, получается, сам пост в метод show. И в этом методе show мы опять-таки можем найти этот пост, который нам необходим, и далее его отобразить в HTML-шаблоне. Возможно, опять-таки, немножко это все так вот сложновато, но тем не менее вы к этому привыкнете, потому что мы с этим еще будем работать. Вот, то есть вот такая вот здесь идет структура. Соответственно, смотрите, у нас есть метод show, который находит нужную нам статью, и в принципе он ее может отобразить. Отобразить он ее может в HTML-файле, который мы еще не создали. Поэтому давайте зайдем в views, зайдем в posts, и здесь создадим новый файл, который мы, конечно же, назовем show, потому что все файлы должны быть с тем же именем, что и у нас сам метод. Метод у нас называется show. Дальше прописываем ему расширение HTML и ERP плюс расширение. Вот, здесь мы просто будем с вами выводить, например, h1, пускай будет вот так вот. И здесь мы выводим сам заголовок нашего поста. Это делается следующим образом. То есть мы берем наш пост, конкретный пост, и у него берем параметр title. Вот таким образом. И дополнительно в просто абзаце мы будем выводить также пост, только уже в баде, то есть его полный текст, полный текст статьи. Соответственно, что мы с вами делаем? Давайте перейдем обратно на страничку post new, и здесь добавим название. То есть статья номер 1, например, будет небольшой, небольшой текст к первой статье. Вот так. Save post, и вот мы попадаем на страничку, которая называется post slash 1, то есть это действительно первая наша статья. В ней отображается HTML шаблон, который мы вот здесь прописали. Все данные сохранились в базу данных, то есть я могу перезапустить эту страничку, как видите, у нас ничего не исчезло, потому что все эти данные, они сохранены в базе данных. Соответственно, когда мы теперь вызываем эту страничку, у нас вызывается метод show, вызывается поиск нужной нам статьи в базе данных по ее ID, а ID вот оно, вот единичка, это в принципе ID нашей нужной статьи. И дальше вызываются ее данные, а данные у нее были статья номер 1 и просто еще дополнительный текст к статье. Вот таким вот образом происходит добавление, а также сохранение страничек в базу данных. В следующих уроках мы еще улучшим наш сайт, добавим различные стили, добавим регистрацию, авторизацию и вообще сделаем наш сайт более красивым. А на этом уроке у нас все. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и переходите на сайт itprogiv.com. Все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok